Приветствую всех, с вами комментатор Олег Сломаха и это рубрика Блицушки. Играем против американца. Так, и снова у нас французская защита. Ну что ж, в этот раз постараемся сыграть получше. Снова атака Шатара Олехина, видимо. Ну что ж, я думаю, что американец не примет. Да, американцы, они хитрые товарищи, они не принимают. А6, теперь G4. Так, G6. Интересный момент. Рокировка будет C5, видимо, да? Опять, ну хорошо, рокировка. Да, C5, конечно же, C5. Что же здесь еще может быть? F4. Ну и попробуем как-то H5 сыграть. Опа, H5, дают. Как говорится, дают, бери, бьют, беги, да? Очень странный ход, ладья G8. Все равно же там брать нельзя. А что он хочет сделать? Хорошо, я сыграю просто конь F3, допустим. Как-то C4 соперник, интересно, конечно, закрыл. Ферзь А5. Но он хочет B5, B4 начать здесь каким-то образом атаковать. Ну, кстати, каким, да? Каким образом? Пока король B1 сыграем. B5, да. Так, ну что, здесь можно слон D2. Но он B4 хочет. Кстати, там, может быть, комбьет D5 и E6 есть удар. А давайте-ка рискнем. Бабах! Открываем игру. Е6. Взял. Здесь взял. Так. И здесь взял. Отлично. Смотрите, как хорошо получилось. Еще и К5 грозит. Получилось, по-моему, просто прелестно. Что сопернику делать? Так, шашочек. Пишем ему. По-моему, это разгром. Сейчас ферзь E6. И ферзь идет на F7. И слон еще атакован. Как, собственно, ходить? Мат в два хода грозит. Ферзь F7 и лази бьет А6. Вот это влетел американец, да? На комбинашку. К1 бьет D5. Красиво получилось. Сегодня прям игра идет. А когда игра идет, я особенно опасен. Ну что, все, можно сдаться. Слон висит. Ферзь F7 грозит. Король в беде. Да, и американец просто перестал ходить. Вот они. Какие нехорошие эти американцы. Ну, чтобы не получить мат, надо играть в АДФ8. В этом случае можно вообще снаглеть и сыграть F5. Там будет на А6 зависать. Ну, а проще всего все съесть. Ну что ж. Если американец сейчас не будет ходить, то, соответственно, стыд ему и позор. Ну, в принципе, если он сейчас перестанет ходить, система должна сказать, что ваш соперник перестал ходить, и вам причитается победа. Да, просто сдался соперник. Предлагает реванш, но мы вежливо отказываемся. И давайте попробуем проанализировать эту партию. Итак, я играл белыми. E4, E6. D4, D5. Конь C3, конь F6. Слон G5, слон E7. E5, конь D7. H4, H6. Слон E3, H6. Ферзь G4, G6. Получилась у нас атака Шатара Олехина. Значит, здесь я сыграл рокировка. Соперник ответил C5. F4. Нормально. C4, да, видите, C4 ошибка. C4 сразу же развязывает мне руки. H5 абсолютно верно. Водя G8. Ошибка. Можно было HG, Водя G6, ферзь H5 сыграть. Я же сыграл конь F3. В принципе, ничего не портит. Ферзь А5 уже далеко. Король B1. И вот здесь я нанес страшный, как говорится, удар конь бьет D5. Не знаю, корректный он или некорректный, но по крайней мере интересный. Компьютер рекомендует следующее. HG, Водя Бьет G6 и ферзь H5. Ну и потом, видимо, F5 просто-напросто грозит с разгромом. Ну, мы и решили сыграть весело. И сыграли конь бьет D5. Как ни странно, смотрите, преимущество тоже этот удар сохраняет. То есть ED. Так, сейчас у нас компьютер отвиснет. Немножечко у нас подзависло. Значит, ED. E6. Конь C6 надо было играть. Отдавать фигуру обратно. Видите, компьютер показывает, что надо отдавать фигуру обратно. Но человек, конечно, так не играет. Конь F6. EF. Бабах. И смотрите, какой большой перевесище сразу. Корой бьет F7. А, конь E5 же еще был ход. Ё-моё, еще проще. Конь E5 же был удар. На корой G7 ферзь бьет H6. Вернее, ферзь бьет G6. Да, но здесь просто, видимо, мат. Просто мат вот такой симпатичный. Так, а что же я конь E5-то не заметил? Я сыграл HG. Ну, кстати, преимущество сохраняется. Значит, король. Водя бьет G6. Здесь конь E5 можно было опять сразу сыграть. Но ферзь бьет C8. И все равно преимущество, как говорится, остается. Потому что угрожает конь E5 смертельное. Водя G8. Конь E5 шаг. Король G7. И ферзь E6. Да. Все. И здесь соперник сдался. Потому что неизбежный мат в 6 ходов. Вот такая вот получилась коротенькая партия. Немножечко, конечно, я ее не точно играл. Но с другой стороны, атака прошла на ура. И удар конь бьет D5 очень даже хорошо прошел. Потому что черные, можно сказать, нарушили все принципы дебютного разыгрывания. Все фигуры их спали. А ферзь куда-то отдалился на ферзьевый фланг. Если партия вам понравилась, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был комментатор Олег Саламаха. Всем спасибо. Всем пока. Играйте в шахматы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok